Доброе утро, дорогие телезрители! Новосибирский музыкальный театр открывает новый юбилейный 60-й сезон. Чем будут удивлять и радовать зрителей, расскажет директор, художественный руководитель театра Леонид Михайлович Кипнис. Леонид Кипнис, директор, художественный руководитель Новосибирского музыкального театра. Заслуженный артист Российской Федерации. На этой должности с 1995 года. Это время стало для театра периодом интенсивного развития, совершенствования и признания. Театр и артисты неоднократно становились лауреатами престижных конкурсов и фестивалей. Одним из первых коллективов Новосибирский театр музыкальной комедии принял участие в интернет-фестивале «Театральная паутина», транслирующий в режиме онлайн лучшие театральные постановки российского и мирового театра. В 2008 году Леонид Михайлович Кипнис удостоен звания «Человек-дела в культуре». В 2017 вошел в состав Совета Ассоциации музыкальных театров. Леонид Михайлович, доброе утро! Добрый день! Поздравляю вас и весь коллектив театра с открытием нового юбилейного сезона. Спасибо! Мне очень приятно от вас и от вашей телестудии слышать такие поздравления. В прошлом году театр изменил свой статус в связи со значительным изменением репертуара. Собственно, несколько лет, наверное, уже шли к этому, и теперь Новосибирский театр музыкальной комедии официально называется Новосибирский музыкальный театр. В этом году какие планы? Ну, в этом году планы будут продолжаться. Мы заменили название не просто потому, что директору или коллегам его пришла в голову такая мысль, а потому что действительно не хотели наших зрителей вводить в заблуждение. Потому что в нашем репертуаре существуют разного рода жанры, и не только музыкальная комедия, не только оперетта классическая, что мы имеем, но еще и достаточно драматические, я бы сказал, даже трагические произведения, такие, как «Гадюка», такие, как в прошлом сезоне поставленное средство Макрополуса, когда, конечно, оснований для того, чтобы веселиться, хохотать и, так сказать, вот чувствовать какую-то легкость, невыносимую легкость бытия, наверное, нет. А вот для того, чтобы просто проникнуть в замысел композитора, грамматурга, конечно же, здесь, в этих произведениях, есть большие основания для наших зрителей. Поэтому мы расширили наши репертуарные рамки, наш жанр теперь, жанр просто музыкального театра, которому позволено все. Я слышала, что театр получил большой грант Министерства культуры России на проект «Италия с любовью». То есть эта работа тоже будет продолжена и, вероятно, даже теперь в каком-то новом качестве, новом статусе. Ну, разумеется, мы и эту работу начали еще в прошлом сезоне. «Римские каникулы» – спектакль, который мы практически создали с ноля. Благодаря нашим драматургам и композиторам – это супружеская чета Нонна и Андрей Кротовы, новосибирские авторы, которые по нашему заказу написали специальный мюзикл по одноименному фильму. Вы знаете, к моему особому удовольствию этот мюзикл так пришелся по душе нашим зрителям, что многие из них ходили просто уже несколько раз. Замечательно. Да. Но, так сказать, на Риме мы решили не останавливаться, мы решили пойти дальше, вглубь Италии, и взяли классическую оперетту Иоганна Штрауса «Ночи в Венеции». Это довольно любопытная комедия положений с превосходной музыкой Иоганна Штрауса. И я думаю, что все, кому нравится классическая оперетта, музыкальный жанр, с удовольствием будут смотреть этот спектакль. Премьера 23 ноября. Да. Но дело в том, что вот под этот проект, который мы объединили, две итальянские, скажем, постановки, Министерство культуры Российской Федерации решило, что мы достойны достаточно большого гранта, вернее, самого большого в России гранта, потому что я в качестве примера скажу, что такие московские театры, как, например, театр «Современник», получил всего 3 миллиона, а наш театр получил 13 миллионов 900 тысяч. И, конечно же, эти деньги, они не просто так вот общей суммой нам выданы, там постатейные расходы, как на приобретение музыкальных инструментов, так и на приобретение оборудования светового, звукового. Кроме того, спектакль, как «Римские каникулы», так и «Ночь Венеции», конечно, уже очень дорогостоящий уже по тем материалам, по тем средствам, которые на него тратятся и будут потрачены, потому что это очень красивая декорация в спектакле «Ночь Венеции», совершенно превосходные, я бы сказал, даже роскошные костюмы. И это лишь подчеркивает то, что красивая, хорошая, классическая оперетта, она соответствует тому сравнению, которое как бы в обиходе давно существует. Оперетта как красивая женщина, она должна быть хороша собой и хорошо одета. Вот мы следуем этому, так сказать, постулату и стараемся заботиться о нашем репертуаре. Мы поговорили о премьере, которая будет украшать эту осень, а весной, вернее, в феврале, это конец зимы, в театре отмечают большой праздник, 60-летие. И немножечко по секрету мне сказали, что интересная творческая программа, она уже формируется. Концертная программа, она будет состоять из двух частей, вернее, она будет проходить на двух площадках. Это на площадке нашего собственного театра, музыкального театра Новосибирска, и площадке краеведческого музея. Вы знаете, что краеведческий музей в Большом Зале самое лучшее в городе Акустика. И мы создадим там такое как бы пространство, где помимо концертной программы, которая будет происходить в Большом Зале, еще будет выставка. Выставка наших, скажем так, достижений, ну, если не за 60 лет, то, по крайней мере, за долгие годы там будут представлены костюмы, которые будут дефилировать наши артистки, и любой из зрителей сможет не только посмотреть, но, может быть, даже и примерить какой-то костюм с тем, чтобы произвести на собственного мужа должное впечатление. Поэтому, мне кажется, что как бы вот эти две части нашего юбилейного сезона, одна с концертной программой здесь, в нашем театре, другая в краеведческом музее, я думаю, что найдет своих почитателей в Новосибирске. В театре не забыли и о самых юных зрителях. Их ожидает музыкальная сказка Мэри Поппинс. В нашем театре, я думаю, что мы с большим удовольствием поставим спектакль по этому названию, по этому телефильму, по этому литературному произведению. Тем более, что музыка написана замечательным Максимом Дунаевским. И я думаю, что и взрослые, и дети с удовольствием будут ходить на этот, я бы сказал так, семейный музик. Леонид Михайлович, есть ли в планах продолжение работы над фестивалем «Другие берега»? Да, безусловно, потому что я считаю, что это визитная карточка нашего театра. Вот этот фестиваль показывает срез современного отечественного музыкального театра, и не только отечественного, с тем, чтобы новосибирцы смогли оценить жив театр, как он движется и что в нем интересно. Мы уже провели два таких фестиваля. Что будет дальше? Ну, время покажет. Леонид Михайлович, я благодарю вас за интересную беседу. Пусть творчески насыщенным, интересным и, как всегда, успешным станет очередной сезон. Спасибо. Ну, руководствуясь тем, что вы нам такие добрые слова говорите и пожелания, я хочу очень поблагодарить вашу телестудию за то, что, телекомпанию, за то, что она сюда к нам приехала, за то, что она смогла приобщиться к тому, что мы делаем. И я очень рассчитываю, что и за счет нас, и вообще за счет того, что вы показываете нашим зрителям, будет шириться и множиться их количество. Спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон»